Йоу, всем салют! В общем, я решил сделать вид, будто не заметил выход альбома Рэмдиги Тюльпан. Объясню почему. Я особо не люблю его творчество, как бы, ну то есть, как вам сказать, я не слежу за его творчеством, и не знаю, понравится ли мне или нет, но если даже не понравится, я не хочу, чтобы вы как-то говнили на меня и так далее. Но альбом я прослушиваю, потому что... Спасибо за комментарий, окей, ладно, давайте слушать этот альбом. Я не знаю, что сейчас будет, но думаю, что-то очень серьезное. Лирика и, ну в общем, всякое такое. Еще пять минут. Легко альбом начинается. Видимо, такая будет сейчас. Сейчас, по-моему, наверное, бочка пойдет. Даже вот под эту попсовую бочку можно делать офигенно. Не как Элджей, да, с Федуком. А как, ну я, Генштейль. Рэмдига. Ну не хит, конечно, для меня вот это не хит, как бы. Уже хочется напевать даже этот припев. Здорово, когда пишут так припевы, что ты начинаешь их напевать, и они заедают. Потом начинают бесить тебя. Ты ложишь спать, а у тебя играет этот мотив и эти слова. Ты идешь куда-нибудь или еще что-нибудь делаешь и везде напеваешь. Вот. Ну, в общем, неплохое начало альбома. Удивила только крутая читка Рэмдиги. Ну, то есть, даже она не удивила, как бы она... Я получил удовольствие от читки. Основной инстинкт. Довольно нежно. Походу, весь альбом будет такой... Танцы на краю. Вот прикольно, мне нравится. А кому-нибудь Рэмдига напоминал Мияги? Ну, местами, моментами где-то. Вот, допустим, этот трек можно, в принципе, было бы, мне кажется, и Мияги зачитать. Это вот третий трек, и, в принципе, мне нравится. И второй был хорош. Что-то не знаю даже как-то. Ну, слабоватый какой-то трек, мне кажется. Идем дальше. Тюльпан. Тюльпан. Я так понял, это главный трек. Где Розен? Вот сейчас, я не знаю почему, но напомнило Крэков. Когда еще Асай был. Давно я тут такую музыку не слушал. Ну, лирику. Поэтому у меня только ассоциации с Крэком и Асай. Клевый трек. Я бы даже его себе добавил. Но особого желания как бы нет. Грустненько так, что-то как-то стало. Веру не дам. Яги и Эншпиль. Вы же любимые. Вообще, это, короче, шикарное трио. Дига, Мияги и Энди. Как круто. Как просто и круто вообще. Фух. Тамара. Мы с Тамарой ходим парой. Блин, надо перевести. Ну, саунд прикольный. Прикольный там хор. Как здорово. О, еще мой любимый этот эффект. Хоть и долгий трек, но очень прикольный. Половина. Совместка с муравьем. Так, грусть, печаль, тоска. Сразу и не видно, вряд ли угадаю. Жанр того фильма, где я засыпаю. Рядом половина, больше и не нужно. Будь моё геллфренд, близкая мне душа. Сразу и не видно, где я не угадаю. Будь моё геллфренд, близкая мне душа. Вот эта строчка мне не нравится при певе. Не против, если я немножко прилягу. Прямо режет слух мне эта строчка. Все так круто, прикольно вообще. Но эта строчка весь вайп убивает. Так прикольно, прикольно. Я или он? Не другого пути. Я или он? Про нам спо поспользуюсь, целью себя напомню. Спорим, там магнит, колпачок. Спорим, а на чё? Горе-то на чё, коль-гороет, соль лица твой чёрт. А вдруг тебя без носа, ты гранёт, крой глаза. Давай паспорт, твой падежон. Вяжёл, забыл тебя нос. Малая, малая. Не надо было эти эффекты добавлять. Прибалдел я, в общем, от бита и этого пианино. Не твоё. О-Ми-Ван. Не знаю, кто такой. Такой олдскульчик напоминает иногда. Ну, уже не первый раз мне приходят эти мысли в голову. Я не помню, какой ещё трек я слушал. Но есть такое ощущение. Здесь такое ощущение, как будто в основном это трек О-Ми-Вана. Потому что сам Дига только на втором куплете. А тут и припев, ещё у него куплет есть. Чё-то я так хорошо сижу, что вообще не хочу я вставать. Не знаю, как там картинка. Ну, блин, мне плевать, ребят. Мне по кайфу. У О-Ми были прикольные строчки. Клёво тоже играет с текстом. Большая земля. Бит-мэджик. Вот не знаю, может... Сейчас глупость скажу, но... Вот как будто сейчас будет прямая бочка. И как будто я знаю, как начинаются треки с прямыми бочками. Ну, может... Просто совпадение какое-то. Но до этого ничего не намекало. А тут вот звук начался. И я такой, ага, сейчас будет этот бочек. Ну, давайте слушать. Нет, сейчас я уже понимаю, что может быть чё-то другое. Нет, я больше уверен уже. Можно я помотаю? Извините. Эта песня как будто саундтрек к какому-то фильму. Ну, к такому моменту ещё к какому-нибудь душераздирающему он бы подошёл. Клёвого припева вообще нету. Иногда мне нравятся такие треки. Вот трек, который я себе добавлю. Кайф. Ещё один трек, уже только с Miyagi. Badalanda Bat. Badalanda Bat. Badalanda Bat. Ха-ха-ха. Прикольно. Ну, походу, Miyagi будет только на припеве. Я так и думал. Badalanda Bat. 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 Вот тут я не угадал. Badalanda Bat. Badalanda Bat. То есть минуту ничего не происходит? Badalanda Bat. Badalanda Bat. Не. Ну и последний трек. Когда-нибудь То-либо-нибудь Пишется через дефис Это тоже он поешь, да? Что заметил, у него есть отсылочки К каким-то известным трекам Строчкам Гражением и так далее Когда-нибудь И я встречу Ну что, давайте Немножко об альбоме и перейдем К прослушке нового трека Мияги, Энди Панда И еще какого-то чувака Сейчас посмотрим Что об альбоме В общем Очень много лирики Грусти, печали Но Мне очень нравится Флоу, мне нравится то, как он Он играет с интонациями и так далее Смена голоса В общем Рэм Дига хорош Текста Очень крутые Опять же Игра с текстом Со словами С рифмой и так далее Музыкальная составляющая Очень красивая Ну короче Я ему ставлю Четверку Четверку Что за прикол с оценками Я не знаю Откуда он появился Вообще Но четверточка Так, я же добавил себе Почему дрожит осина Еще бы я Выделил Тамару Совместко с Мияги И С Мияги Энджпилем Тюльпан по-моему Был хорош Короче, не знаю Но есть что Я еще прослушаю В общем Все, давайте слушать Мияги И Энди Фанда Фит Мо Изи Если я правильно прочел Фридом Ну так-то неплохо В принципе Это может Этот трек Может Быть популярен За рубежом И занимать Там тоже Топовые места В принципе Я почему-то пока Не видел Такой новости Но трек Неплохой Не скажу Что мне понравилось С Дигой Были Покруче Но Как всегда Мияги Энди Панда В своем стиле Вот у меня Чисто вопрос возник В чем разница Между Энджпиль И Энди Панда Есть ли она вообще Напишите в комментариях Коль уж Меня смотрят Только из-за того Что я слушаю Мияги Энджпиля Энди Панда Вот Буду вам признателен Если вы мне напишите Ну Вот и все Пожалуй на этом Спасибо всем Кто посмотрел Зрителям Спасибо тем Кто смотрит Мою прослушку Только из-за Мияги Энджпиля Это с одной Стороны Неприятно А с другой Стороны Спасибо что Честно Вот С Лизбукле Встретимся Через неделю Я не знаю Что у нас Будет Пока Что-то Особо Ничего такого Интересного Вроде не Выходило Вот Порчи только Я смотрю И Все по-моему Что-то Вроде Как-то Больше Я ничего Интересного Не видел Но у меня Еще есть Альбом Обладает Который Я еще До сих пор Не прослушал Вот Ну в общем Если что То возможно Будет Обладает Если Выпустит Тот альбом То Обладает У меня Не будет Обладать Ничем Короче Все У меня Уже Мозг Отключился Естественно Еще раз Спасибо Всем пока До скорой Встретей Check it out